Всем привет! Сегодня тема видеоролика Можно ли включать режим нейтрали на КПП? Когда мы стоим в каких-то долгих пробках Либо на светофоре Можно ли воспользоваться этим режимом? Сам являюсь владельцем Lada Granta С автоматической коробкой передач И по совместительству я еще немножко видеоблогер В прошлом году выпускал ролик на тему Эксплуатации автомобиля с данной КПП Ролик был в основном выпущен с целью того Чтобы показать как пользоваться этой КПП Для новичков От новичка я сам новичок Пересел на автоматическую коробку передач недавно И вот целью моей была просто показать Какие есть режимы, для чего они, когда их включать Ну и как ими вообще пользоваться Для меня, для самого лично это было сначала в новинку До этого был стаж 10-летней вождения авто с механикой Так вот, у этого видеоролика уже примерно 100 тысяч просмотров И там порядка 700 комментариев И самое интересное, что больше половины комментариев Там именно, что ты такое несешь Почему ты говоришь, что надо включать режим нейтрали Ты дурак, ты там вообще ничтожество Ты ничего не понимаешь Ребята, да я не спорю Я в этом не специалист И уж точно много не понимаю Но давайте все-таки разберемся А можно ли включать режим нейтрали На долгих светофорах Либо в пробках И до сих пор мне приходят такие комментарии О том, что ни в коем случае не включай Не учи людей плохому Так давайте разберемся Опять я сделал маленькую исследовательскую работу Почитал комментарии Посидел на форумах Посмотрел видеоролики о том, как пользоваться все-таки АКПП Почему нельзя включить нейтрали И тут мнения многие разделяются Ну давайте начнем с того, что все-таки что такое АКПП АКПП это прежде всего гидротрансформатор Что он из себя представляет Здесь отдельно буду накладывать видео поверх Чтобы было понятно, что это такое АКПП в себя включает Насосное колесо Турбинное колесо И реакторное колесо Насосное колесо всегда крутится вместе с коленвалом двигателя Это тот элемент, который передает крутящий момент На турбинное колесо Через промежуточное реакторное колесо Почему называется гидротрансформатор Когда двигатель у нас запущен, у нас всегда вращается насосное колесо И через реакторное колесо на турбинное колесо У нас передается крутящий момент Соотношение примерно 1 к 2 То есть в момент старта автомобиля Со скорости 0 км в час Через определенную систему Через реакторное колесо Этот момент усиливается до 2 раз Машине проще стартануть Также в чем особенность гидротрансформатора И почему мы им пользуемся Удобство его в том, что он передает крутящий момент не жестко А через жидкость То есть ударных нагрузок нет Все это происходит более плавно Также можно, зажимая педаль тормоза И удерживая привода колес Мы также удерживаем вал Который соединен с турбинным колесом В этот момент происходит вращение насосного колеса Но колеса не крутятся Мы их удерживаем торможением Если на механической сцепке такого представить невозможно В данном же случае жидкость позволяет проскальзывать этим двум колесам Ну примерно мы разобрались, что такое гидротрансформатор Давайте теперь попробуем разобрать сторону тех людей Которые говорят, что режим нейтрали Ну ни в коем случае нельзя включать В их логике есть какая-то доля правды Дело в том, что когда мы переключаем селектор с режима драйв В режим нейтрали В этом случае происходит работа гидроблока При этом происходит срабатывание соленоидов Они выполняют, можно сказать, лишнюю работу Ну и износ их, конечно же, увеличивается и ускоряется Но разберем другой момент Если мы стоим в пробках Особенно если это происходит в жару Да еще после какой-то нагрузки Допустим, на большой скорости мы проехались длительное время Либо ехали в горку Ну либо просто вот долго по городу поездили В этом случае масло, АТФ масло Подвержено повышенному нагреванию Опять же, у меня был видеоролик на канале Где я рассказывал обо всех вот этих факторах Которые ускоряют поломку нашей автоматической коробки передач В нем основной фактор все-таки был Это нагрев АТФ масла У него ухудшаются зацепляющие свойства Начинают проскальзывать фрикционы А при проскальзывании фрикционов появляются дополнительные частицы износа в самом масле Гидроблок также находится в корпусе коробки И погружен он в то же самое масло Соответственно, при перегретом масле Увеличивается у нас количество продуктов износа И эти частицы износа попадают и в сам гидроблок В сами же соленоиды То есть их работа ухудшается Эти частицы мешают их плавной работе Также они быстрее сами и стираются И быстрее выходят из строя Это вот обратная сторона медали А вообще соленоиды служат примерно Ну в лучшем случае 450 тысяч километров А в среднем пишут, что 250 тысяч километров Но это при хороших условиях эксплуатации В общем, вывод какой? Да, есть доля логики тех комментаторов Которые пишут, что не нужно переводить селектор в режим нейтрали Действительно при этом задействуются соленоиды А чем чаще мы их задействуем, тем они, соответственно, быстрее изнашиваются Но здесь, как я уже пояснил, есть обратная сторона медали Необходимо следить за температурой масла Если мы его перегреваем и стоим, допустим, на тормозе в режиме драйв Долгое продолжительное время, то тут уже скорее будет вред, нежели польза Некоторые пишут о падении давления Но насколько я разобрался в этой теме Пока двигатель заведен и вращается насосное колесо То проблем со смазкой и падением давления никакой нету Так что не знаю, откуда этот миф Ну, возможно, у вас есть свое мнение на эту тему Обязательно пишите в комментариях Не могу все-таки вам 100% советовать, как правильно пользоваться Здесь я просто пояснил, как это примерно все происходит Когда включать режим нейтрали, когда его не включать Как продолжительно, это все решать вам, водителю автомобиля В этом видеоролике я лишь немножко раскрыл эту тему Обязательно следим за температурой масла Не верьте слухам, изучайте информацию сами В любом поисковике просто задайте вопрос А можно ли пользоваться режимом нейтрали Да, там в основном вся информация о том, что это сервисный режим Но также есть информация о том, что если перегревать масло То все это пойдет не на пользу вашей автоматической коробки передач Думайте головой, задавайте правильные запросы в интернет-поисковиках И ответ вы всегда найдете Я же для себя сделал вывод, что на длительных стоянках На длительных светофорах, либо в пробках Режим нейтрали я перевожу Тем более, вот лично мое мнение И лично мне неудобно держать ногу на педали тормоза Это сравнимо с тем, что держать ногу на педали сцепления Практически то же самое И не говорите, что там усилия меньше Для меня вот это честно безразлично Нога уже напряжена, уже стоит на педали Уже не так комфортно Опять же, на коротких светофорах На коротких каких-то остановках Конечно же, я режим нейтраль не использую А стою в драйве Удерживаю автомобиль тормозом На этом всем пока Желаю вам длительного срока службы вашей АКПП О том, как ей правильно пользоваться Как увеличить ее срок службы Как не нанести какой-то вред по незнанию Смотрите в видеороликах в моих По ссылочкам в описании Всем счастливо!